Новый способ связать бабушкин квадрат красиво. Подробный мастер-класс шаг за шагом. Этот мастер-класс важен для всех, кто любит вязать бабушкин квадрат, но хочет попробовать что-то новое и интересное. Я покажу вам уникальный интересный способ вязания бабушкина квадрата по спирали, который вы, скорее всего, нигде раньше не видели. Это видео для тех, кто хочет сделать свои изделия более оригинальными и аккуратными, сохраняя при этом простоту и удовольствие от процесса. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце я расскажу, как можно получить схему этого интересного узора. Но чтобы ваш бабушкин квадрат по спирали получился идеально, в этом видео я расскажу вам несколько важных моментов. Первое, как правильно подбирать цвета для этого узора, чтобы изделие выглядело гармонично. Второе, как читать схемы буквально каждого ряда, чтобы не запутаться. И третье, я покажу, как правильно заканчивать ряды, чтобы у вас получился квадрат нужного вам размера. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас вообще отношения с бабушкиным квадратом. Вязали ли вы что-то с этим узором или, может быть, только собираетесь? Что вам нравится вязать из него или что вы хотите попробовать, но пока, может быть, не решались? И делитесь своими идеями и опытом. Мне будет очень интересно узнать, а другим почитать ваши истории. Я сама обожаю вязать бабушкин квадрат. Я всегда в поиске новых, необычных вариантов. Я уже попробовала классический бабушкин квадрат, разноцветный, вязала из угла в угол, по диагонали. Но всегда мне хочется найти что-то новое. И вот однажды мне на глаза попалась схема вязания вот такого бабушкиного квадрата по спирали. И это был совершенно новый для меня опыт. И когда я начала вязать по этой схеме, я сразу столкнулась с парочкой интересных проблем. Несколько раз мне приходилось распускать уже готовую связанную часть, потому что все было не так просто. Но именно в этом процессе я поняла, что очень хочу поделиться своим опытом с вами. Как правильно читать эту схему, на что обратить внимание, чтобы хотя бы не делать тех же ошибок. И как подбирать цвета, чтобы квадрат ваш выглядел гармонично. И я реально была так увлечена, что распускала его раза три, чтобы все выглядело идеально. И я смогла донести это все до вас. А если вы хотите научиться красиво вязать не только отдельные мотивы, но и любые другие изделия, включая верхнюю одежду, то приходите ко мне на бесплатный эфир «Как научиться красиво вязать крючком». Вам точно будет интересно и полезно. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Ну а если вы смотрите это видео с мобильного телефона, то нажимайте на название этого ролика, и вам откроются все ссылки. Ну а чтобы вам не пришлось распускать и перевязывать вот такой квадрат со спиральным узором, из-за того, что цвета не расположились так, как вы ожидали, то обратите внимание на первый центральный ряд пучков. Он не входит в основной цветовой узор. Он замкнутый. И этот ряд можно вязать любым цветом, а дальше уже подбирать цвета в нужном вам порядке, чтобы получился задуманный цветовой переход. Также важно знать, что для этого узора лучше использовать нечетное количество цветов. Например, здесь идеально подойдут 7 цветов радуги. А теперь обязательно подпишитесь на мой канал, ведь здесь много полезного и интересного про вязание крючком. Ну и переходим к практике. Ну а практика в сегодняшнем уроке будет очень интересная, потому что я покажу вам схему, которую я скачала в интернете. Я немножко ее осветлила, прибавила резкости, и вот такая вот она у меня получилась. Но я хочу вам не просто показать, как читать эту схему. Я хочу показать вам, как я ее переделывала в процессе вязания, зачем я это делала и что в итоге получилось. Поэтому я думаю, вам будет не просто интересно повторить эту спираль вместе со мной, ну и разобраться, почему можно менять схему под свои потребности. Для новичков это будет особенно актуально, потому что новички боятся вносить изменения, я знаю. А вот для любителей, я думаю, будет интересно просто свериться вместе со мной, если вы так уже делаете. Либо, может, тоже для вас вы найдете что-то новенькое. И, конечно, если вам понравится такой разбор, буду рада вашим лайкам, буду рада вашим комментариям, как вы относитесь к таким урокам, когда вам показывают не просто повторяя шаг за шагом, а именно объясняют. Мне само это очень нравится. Очень нравится объяснять, почему не так. Вот. И начнем. Начнем с первого ряда. Это просто первый ряд. Это как бы такой бабушкин квадрат. Вот он. Он законченный, он не переходит в спираль, поэтому я сказала, что его можно делать любым цветом. И я его сделала последним цветом в моих семи цветах. Вот, я сделала его первым. Еще, почему я сказала, что нужно брать нечетное количество рядов, потому что в определенном ряду у нас уходит в спираль узор. И, пожалуйста, берите как можно больше цветов в спирали, потому что, когда я взяла три цвета, да, чтобы показать, у меня получилось вот так. И вот здесь уже уходят ряды на спираль, да, но ее не видно, не видно эту спираль, потому что мало цветов, и, в принципе, это не к чему так делать, да, можно сделать обычный бабушкин квадрат, и у вас будет обычный такой же узор. Спирали здесь незаметно. Поэтому от пяти цветов и больше у вас будет видна как раз вот эта спираль, которая пойдет по узору. В этом уроке я покажу вам на трех цветах. Этого достаточно будет, чтобы понять логику. Ну, а вы используете больше. Так будет лучше и оправданнее. И я возьму, например, у меня последний будет желтый, я его и возьму как первый. Делаю кольцо амигуруми. Вот таким образом вытаскиваю петельку и провязываю две петли подъема. Смотрите, начинается первое изменение. Всегда, во всех схемах, это такое правило, столбику с одним накидом соответствует три петли подъема. Их всегда три петли подъема. Но я делаю две. Исходя из моего опыта, чтобы не было расстояния между вот этими столбиками, да, когда мы начинаем новый ряд, лучше делать две петли подъема. Просто так удобнее. И дальше делаем два столбика с одним накидом. А здесь между углами всегда по две воздушных петли. Две воздушных петли. Дальше три столбика с одним накидом. Опять две воздушных. Три столбика. Дальше два. Две воздушных. И последние три столбика. Всего четыре пучка должно быть. Заканчиваем мы ряд. Две воздушных петли. И соединяем с началом вязания. Но перед этим затягиваем кольцо за свободную нить. Все затянули. Соединяем с начала вязания. Вот я нахожу это начало. Просто протыкаю крючок в верхушку. Делаю соединительный столбик. Делаю, например, закреп. И все. Эту нить мы можем обрезать и больше про нее не вспоминать. А вот все остальные надо будет тянуть. Дальше я беру другой цвет. Смотрю на схему. И здесь наша схемка показывает, что мы должны связать вот из этой точки 4 воздушных петли. Когда я начала делать 4 воздушных петли, у меня было здесь большое расстояние. Вот ряд. Вот если бы я сделала здесь 4 воздушных петли, у меня бы было вот такое расстояние. Вот такое. А мне вот это вот не нужно. Лишняя, мне кажется, здесь 4 петля. Поэтому я решила, что лучше сделать 3. И тогда вот сами столбики, они хорошо в эти 3 ложатся. Поэтому я беру верхнюю точку, вот она, протыкаю в нее крючок, беру новую нить и могу, я не знаю, узелок завязать. Вот так. И опять сюда же протыкаю и делаю 1, 2 и 3. А дальше смотрю по схеме. Я формирую угол. Иду в пучок. Вот в этот вот, в уголочек прошлого ряда. Вяжу 3 столбика с накидом. 2 воздушные. Опять 3 столбика. Я вяжу быстро, потому что думаю, что вы умеете вязать обычные столбики. Если не умеете, посмотрите мой видео урок здесь же на моем канале для новичков, как вязать основные столбики. Затем смотрите, этот бабушкин квадрат вариация такая, что между пучками есть воздушные петельки. Видите? В моем образце их нет. Я люблю вязать без воздушных петель. Это мое личное предпочтение. Вы можете добавлять воздушные. У вас просто с добавлением воздушных между рядов, сами вот эти вот отверстия будут чуть шире, чуть больше. Если вы не будете добавлять, будет более плотное вот здесь вот соединение между пучками. Я люблю без воздушных петель, поэтому я воздушную петлю здесь провязывать не буду. А просто свяжу дальше еще два угла. Вот таким вот образом. Быстренько это все провяжу вместе с вами. Две воздушных петель, три столбика, и следующий угол. Три воздушных петель, ой, слетает крючок у меня. Раз, два, три. Две воздушных петель, и туда же формируем угол. Раз, два, три. Теперь смотрим на схему, что же там дальше. Вот, мы связали первый, второй, третий. И здесь мы уходим в спираль, поэтому мы пока в нее уходить не будем. Мы откладываем этот, получается, ряд. Вот так я вытягиваю ниточку и оставляю. Затем смотрю, что у нас дальше. Следующий ряд. Другой цвет беру. Возвращаюсь в начало, то есть здесь я оставила все. Вот сюда возвращаюсь, вот в эту арочку. Вот она, и в нее мы провяжем петли подъема и пучок из двух столбиков. И я прямо либо в нее, либо в самое начало. Можно в самое начало, чтобы стабилизировать этот ряд. Вот так вот новую ниточку тоже могу завязать. И сделаю, вот, например, в арку. Вот так вот вытащу. Раз, два. Только две петли подъема, не три. И сюда же первый столбик, второй столбик. Вот. Как бы новую нить я ввязала в саму цепочку. И поэтому этот пучок у меня не будет двигаться. Это хорошо, это стабильно. Пусть так и останется. Дальше мы смотрим. В принципе, мы идем как бабушкин квадрат вяжем, да? Вот, по узору. И давайте я свяжу его вместе с вами. Не делая воздушных петель между пучками. Все, пошел угол у меня тут. Три пучка. Две воздушных. И три пучка. Дальше. Между пучками вот сюда еще один. Вяжем как обычный бабушкин квадрат. Далее угол. Три столбика. Две воздушных. И три столбика. Дальше. Пучок. Три. И угол. Вот в этот. Здесь подлиннее вытаскивайте, чтобы не распустилось. Делаем такой же угол. Раз. Два. Три. Две воздушных. И сюда же. Раз. Два. И три. Я оставляю. Дальше мне вязать некуда. Поэтому я так же вытягиваю. И оставляю вязание. Дальше. Опять возвращаюсь к нашему началу. И смотрю, что же дальше. Первый. Второй. Третий. Вот. Опять здесь нарисовано четыре. Воздушные. Но я сделаю три. Как и здесь. Поэтому, в принципе, я сейчас повторяю ряд. Вот этот вот. Ну, который первый, второй, тире, второй. Вот этот ряд повторяю. Точно так же. Я в верхушку ввожу нить. Вот у меня, например, это дальше желтый цвет идет. У вас, по вашему распределению цветов. Завязываю узелок и провязываю. Раз. Два. Три. Этого достаточно. А дальше вяжу по узору. Вот здесь пучок самый первый. Вот он. Вот он. И дальше иду. И, в принципе, повторяю тот же ряд, как и в бабушкином квадрате. Свяжите самостоятельно до угла. И вот так у вас должно получиться. Опять мы остановились в углу. И я сейчас продолжу вязать спираль. А вы продолжаете дальше вести ваши ряды разными цветами. Но остановиться мы обязательно должны на ряду. Нечетном. Который как раз-таки состоит из начала, из арочки. Не пучка вот такого, а именно арочки. Это должен быть последний ряд цветов. Все. Сколько угодно его может быть. Хоть двадцать. Один. Вот. Дальше. Все. Мы... У нас в работе эти наши нити. Пожалуйста, их как-нибудь себе положите хорошо. Там в корзиночки. Чтобы они у вас не путались, не переплетались. И мы уходим в первый ряд наших цветов. Вот они. И что мы делаем? Все. Петля на крючке. И мы уже переворачиваем наше вязание и видим, что у нас вот угол. А дальше мы идем и захватываем ряд, именно который начинались с арочек. Вот. Именно туда мы провязывать будем наши пучки. Вот здесь первый. Сейчас уберем лишнее. Раз. Ниточка. Два. Затяну. Три. Дальше. Вот у меня вот здесь уже угол. А угол мы провязываем точно так же. А вы можете идти по длине. Сейчас я покажу на своем образце. В большом. Вот. Первый ряд у меня от центрального. И я провязывала. Там ниточки я не спрятала. Они немножко просвечивают. Вязала. Вот. Сюда получается в угол. Вот в этот. Сюда. 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 То есть все в арочке. Вот здесь угол я повернула. И дальше пошла. Вот. Можно таким способом вязать. Можно. Я не знаю, кому-то это будет лишнее. Провязать одну в угол и одну сюда. Но нет. Давайте так не будем делать. Сразу просто провяжем в арочку. В первую. И формируем угол. То есть вы двигаетесь по стороне. И все. И дальше мы идем по узору. Провязывая. Где надо просто пучки. Где надо формируем угол. Вот таким вот образом. Как и обычно. Далее мы идем по пучкам. Смотрите. Сейчас покажу. Здесь провязываем. Здесь. Здесь. Формируем угол. Здесь. Здесь. Формируем угол. И останавливаемся. Потому что нам некуда идти. И дальше спускаемся на следующий ряд. И я покажу сейчас, как это выглядит. Вот так мы опять остановились. А дальше уже легче. Дальше уже берем следующий цвет, который идет по спирали. Так же. И уже провязываем, как обычный бабушкин квадрат. Никаких петелек искать не нужно. Мы видим расстояние между пучками. И мы туда провязываем каждый ряд. Каждый пучок. Формируя при этом угол. Так же, как в бабушкин квадрате. И вот так мы идем опять до угла. Всегда до угла идем. Сейчас я довяжу этот угол. Три. Все. Идем вот так дальше. По сторонам. По сторонам. И доходим до конца. Где нам стоит остановиться? Во-первых, вы же знаете, сколько цветов у вас уже в вашем квадрате. Например, здесь у меня три. Вот здесь у меня семь. И я знаю, что вот этот вот ряд, который розовый, он у меня как бы последний. Седьмой. И держу это в голове. Вот. Здесь, например, у меня последний желтый. И я вот сейчас провяжу до конца сиреневый цвет. До угла. Потом провяжу желтый до угла. Ну, как будто это нужный мне размер. Все. Таких рядов может быть у вас сколько угодно. Вяжите, вяжите до любого. Здесь у меня получается три раза повторился цвет. Вот до любого размера. Это может быть размер вашей табуретки, если вы вяжете сидушку. Это может быть размер вашей кровати, если вы вяжете плед. Это может быть размер какой-то кофточки, если вы вяжете перед, да, или спинка. Ну, то есть вот такой вот квадратный может быть любого размера. И вы довязываете. Я сейчас довяжу и скажу, куда двигаться дальше, чтобы закончить. Дело в том, что на схеме не видно и непонятно, как закончить. Поэтому здесь вам важно посмотреть конец моего урока. В итоге у вас получится вот так. У меня здесь три ряда. У вас от пяти и до бесконечности. Сколько вы цветов выбрали. Дальше нам надо с вами аккуратненько все эти ряды довязать только до этого угла. И заканчивать мы будем их тоже по-разному. Например, вот этот вот ряд первый. Давайте вместе его довяжем. И закончим мы его пучком. В углу свяжем один пучок и нить обрежем. Сейчас я покажу. Обязательно ниточки распределяйте, потому что они могут вот здесь вот очень хорошо запутаться. Поэтому лучше это делать после каждого провязанного ряда. Переплели ниточки, разложили хорошо, отлично. Вот он угол. И мы в него свяжем просто пучок. Сделаем закреп, вытащим и ниточку обрежем. Совсем. Уберем ее среди этих, чтобы не путались. И следующий ряд. У меня сиреневый. Или фиолетовый. Какой это сиреневый или фиолетовый? Напишите в комментариях. Как много ли таких, как я, думают, что это сиреневый, а на самом деле это фиолетовый цвет. Вот. Дальше. Следующий ряд мы вяжем. Тоже до конца. Но заканчивать мы будем не пучком, а одним столбиком. И смотрите. Вот. Между пучками последний. Раз. Два. Три. И здесь я сейчас сделаю столбик. И провяжу его прям вот сюда. В конец. Просто столбик. Сделаю закреп. Вытащу и обрежу. Все. Убираем нить. И желтый. Вот последний, который у вас будет. Давайте тоже вместе его провяжем до конца. И я покажу, как я делала обвязку. Ну, чтобы придать законченный вид. Так. Красивый законченный вид нашему квадрату. Если вы вяжете таким способом какую-то кофточку, какое-то изделие, и вам пока не нужно обвязывать, то оставьте. Потом там. Потом разберетесь, где, что, с чем вам соединить, если у вас есть какая-то идея уже в голове. Ну, вот так вот, например, здесь я закончу пучком, но нить обрезать я не буду. Пучок я провяжу между столбиком и пучком нижнего ряда. В принципе, все. Если вы сейчас обрежете, у вас получится вот такой квадрат. Обратите внимание, да, я сделала мало цветов, и спирали здесь практически не видно. А как здесь видно, да, эту всю спираль, если особенно вот так посмотреть. Если я буду дальше продолжать вязать какой-то плед, например, да, будет вообще, ну, прямо заметна эта спираль, которая уходит в узоре. А когда мы вот такие мало цветов берем, спираль практически незаметна. Поэтому так не делаем. И что я здесь сделала, да, как я здесь обвязала? Я обвязывала просто полустолбиками по кругу, по квадрату. И начала там же, где закончила ряд. То есть это один из вариантов, да, можно столбиками без накида обвязать, можно полустолбиками. Давайте здесь покажу прямо столбики без накида, да. Вот у меня петелька осталась. Я смотрю первую петлю, которая здесь, первый столбик. Все, я наклонила вязание. И прямо сделаю петлю подъема обязательно. Одну. Дальше просто вот здесь вот один столбик. И в начале ряда второй столбик. Затем у меня еще, да, есть здесь вот. Можно вот так делать, а можно петля в петлю. И, например, вот здесь сделаю. Опять можно вот так сделать. И в начало петли сделать. А дальше у меня уже идут столбики, да, которые просто друг за другом. И, в принципе, вот эти ниточки уберу. И, в принципе, дальше я могу столбиками без накида обвязать весь квадратик. Это будет законченный ряд. Вот, вот так. Как и здесь у меня получилось. Просто обвязала и идем дальше. А дальше уже можно украсить, да, ваш шедевр обвязкой, шишечками можно украсить, пико можно ряд сделать, либо вообще навязать бахромы, кисточки. Что-нибудь на ваше усмотрение. Например, это хорошо подойдет к пледу какому-то, либо вот какой-то салфетки. У него тоже хорошо кисточки и пико подходят. Ну, придают прям законченный вид. Как вам сегодняшний урок? Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам такой разбор, делать ли мне еще вот такие, не просто показывать вам интересные узоры, а именно разбирать схему, если вам это нравится. Напишите в этом в комментариях, и я обязательно что-нибудь придумаю для вас. Чтобы скачать схему по бабушкину квадрату по спираме, переходите в описание. Там я оставила ссылку на свой телеграм-канал, в котором выложила для вас вот эту самую схему. Вообще для меня вязание это не просто хобби, а способ выразить себя, почувствовать удовольствие от процесса. Я всегда верю, что творить что-то своими руками, это невероятно расслабляет и заряжает позитивом. Вяжите с радостью, создавайте свои уникальные вещи, пусть каждое изделие приносит вам столько же счастья, сколько и мне. Но если вы только хотите научиться вязать крючком, то обязательно приходите на мой бесплатный эфир. Для этого переходите по ссылке в описании к этому видео и записывайтесь. Для всех, кто запишется, каталог пряжи в подарок. Вяжите с любовью и легких вам петелек.